Всем доброе утро! Сегодня я так тяжело встала, на улице пасмурная погода, ветер, и вы знаете, в такое время хочется просто укутаться тёплым пледом и спать дальше. Но сегодня мы должны увидеться с моей подружкой. Я хотела отменить сегодняшнюю нашу встречу, но она сказала, что нет, давай лучше сегодня встретимся, хотя на улице погода, мягко говоря, не очень. Но дело в том, что у меня осталось всего 2 дня до третьей вакцинации, то есть с момента второй вакцинации должно пройти полгода, и ты уже должен вакцинироваться в третий раз. Не знаю, до каких раз это будет длиться, но в общем у меня осталось всего 2 дня. И после этих двух дней меня уже не будут пускать ни в молы, никуда. А у меня сейчас, кстати, нету бабок. Точнее, у меня есть деньги, но просто те деньги, которые я всегда откладываю на потратить, они закончились. Но у меня есть железное правило, что я с общей, там, общака не беру денюжки, поэтому я особо деньги тратить не буду. Ну как особо не буду? Конечно, ресторан, все дела, но особо ничего покупать не буду, хотя мне очень нужно пальто. На улице вроде бы не холодно, но этот ужасный ветер, который въедается прям под кожу, прямо в кости. Мамин космос, мамина вселенная, мамина счастье, мамина радость. Не обращайте внимания на мой пирч и сон, я вчера искупалась и прям так легла спать. Посмотрите, какой он радость. Берешь ты его на ручки, он даже не убегает. Сидит сколько ты позволишь. Где еще найти такого кота? Где? Я сделала макияж, выбрала, что надеть, и тут я понимаю, что у меня нету верхней одежды нормально. У меня есть две куртки, они идиотские, у меня нету нормальной шапки. И как я сейчас выйду из дома? То есть у меня лук, по идее, получился ничего так, но мне надо дополнить его пальто, которого у меня нету. Идеально. Все очень просто, мои хорошие. Если вы увидите на торговой какое-то чмо, то это я. Всегда я встречаю своих подписчиков, когда я выгляжу ужасно. В общем, сейчас я буду выпрямлять волосы. У меня от Браун вот такой выпрямитель. У меня очень хороший утюжок, и я справляюсь с этим всего за 7 минут. Я выпрямила волосы ровно за 7 минут. А еще у моих волос есть такое странное свойство. Если я на протяжении, например, двух месяцев буду постоянно выпрямлять волосы утюжком или проводить какие-либо манипуляции, например, плойкой, то цвет моих волос светлеет. Или, например, если я долгое время буду находиться на солнышке, например, 3 дня подряд была на море, лежала на солнышке, и опять же у меня волосы выгорают и образуется такое омбре. И все вокруг люди у меня всегда спрашивали, Айка, ты что делала омбре? Я уже устала им говорить, что нет, а потом я просто начала красить волосы. Поэтому раз где-то в полгода я крашу всю длину волос. В последнее время мои волосы очень сильно электризуются, поэтому на кончике после выпрямления я наношу вот такое масло. В кои-то веки я не опаздываю, и у меня было 10-15 минут свободного времени, и я решила погладить вещи, которые я заказала с Шейн. Вот эта кофточка, кстати, мне не очень понравилась, но мама говорит, что все дело в том, что просто она тебе большая. Я взяла в размере S, и действительно большевата. Сзади, правда, я могу завязать, но спереди вот эта штука сильно болтается. А еще для таких вещей очень надо купить паровой утюг. Как мне нравится этот костюмчик. Он из серии Шейн Х в размере XS. Сел просто идеально. Кстати, когда что-то заказываете с Шейн, пожалуйста, кому не сложно, используйте мой промокод АйкаЭмили. Он вам дает скидку на 15%. Если вы будете использовать мой промокод, мне садятся бонусы, и с этими бонусами я могу бесплатно себе что-то заказать. Так что используйте. И вам приятно, и мне. Кстати, мама вчера купила мне колготки за один монат. Прикиньте, всего за монат. Это 44 рубля российских. И эти колготки оказались просто офигенными. Я попросила маму купить мне еще 10 таких пар. А еще сегодня я успела смонтировать два видео. Одно из которых снято сегодня. Мукбанг, правда, я снимала для вас вчера или позавчера. В общем, точно не помню. И дополню, пожалуй, свой образ вот этой вот сумочкой, которую купила недавно, на мамино день рождения. Помните, во влоге я вам показывала, как я купила эту сумочку. Я просто в восторге от нее. Супер. И сейчас я одену чмошевскую куртку-баллонку и свою супер-трендовую шапочку. Вообще, сюда надо бы пальто. Вот реально. Такое бежевое пальто. Но, к сожалению, не успела купить. Так что, пойду вот так. И дополняю свой образ моими любимыми замшевыми подвордами. Я вышла из дома. Специально помаду красить не стала, потому что буду в маске. А помаду взяла с собой. Точнее, взяла блеск от Экоразона. Я хочу его закончить. Там на дне совсем чуть-чуть осталось. Надо его добить. Поэтому взяла его. Жду лифт. И я не опаздываю. Это самое главное. По камерам записана проблем в арк. Мы уже встретились с моей подружкой. И сейчас вот здесь гуляем. Она нашла очень классное заведение. Находится на берегу моря. Я, как вы знаете, всегда хожу в одни и те же заведения. Я всегда заказываю Цезарь. Вы мне уже пишите об этом в комментариях. Поэтому для разнообразия мы решили пойти в совершенно другое заведение. Моя подружка нашла в Инстаграме это заведение. Сейчас мы идем именно туда. Мы просили показывать больше города. У нас здесь есть вот такие кактусы, которые заворачивают в пленку. Здесь летом бывает очень красиво. И вот наш город. Вид на Каспий. Здесь, кстати, ресторанчики. А мы направляемся вот туда. Это мол, который находится посередине моря Каспийского. Вроде говорят, что там очень красивый вид и аппетитная еда. Пока я фоткала подружку, у меня села зарядка. Прикиньте. Да я вообще и не хотела фоткаться. Я уже, наверное, где-то год не выкладываю никакие фотки в Инстаграм. Не охота фотографироваться. Для меня самое главное это видео. Видео контент и бумажные сюрпризы. Это самое главное. Зарядка села, это, конечно, плохо. Надо быть более ответственной. Но камеру я зарядила, поэтому снимать для вас буду. И меня часто в комментариях видела, что вы просили показать город. Но я даже не знаю, что именно показать. Деревья, какие-то здания. Мне кажется, все как обычно. Ничего интересного, ничего такого сверхъестественного, что вы не видели. Не знаю даже. Коротко о том, почему я покупаю золото. Вот это вот обычная бижутерия. Каждое изделие стоит около 50 монат. Это 2000 рублей. То есть хорошая бижутерия тоже стоит дорого. Поэтому я предпочитаю покупать золото раз и навсегда. Потом носить долгие годы. А еще мне очень понравилась в этом же магазине вот такая сумочка. Очень качественная, красивая. В общем, все хочется купить, когда нету зарплаты. Когда нету денежек, все хочется. Мы направляемся в Болу-Туссер. Сейчас на скидках в Нью-Йоркерах вот такие куртки. Красивые очень. Зимняя коллекция вообще на скидке. Кардиган такой давно уже хотела. Но здесь качество оставляет желать лучшего. Тоже на скидке. А это я бы купила. Качество бомба просто. Тоже в Нью-Йоркере. Вот такой вот у нас мол. Мы уже зашли внутрь. Сейчас найдем это место. Мне, если честно, без разницы, где сидеть. Я готова сесть в любом месте. С подружкой хочет именно в этот ресторан. Сады отбудились. Видео не передает всей красоты. Жаль. Так, мы уже сели на месте. Мне выбор. Моей подруге очень понравился. Посмотрите, как здесь красиво. Супер просто. Плестаем меню. Я даже не знаю, что взять. У меня мама всегда говорит, почему ты в ресторанах не кушаешь шашлыки разнообразное меню. Разнообразные блюда. Пока подружка делает 350 селфи, я жду свой шашлык из телятины, нежный. Посмотрим, вкусно ли здесь. Сначала хотела цесарь заказать, как всегда. Потом подумала, нет, хочется шашлыка. Хочется крови и мясо. Нам уже принесли. Выглядит, если честно, не особо аппетитно. Посмотрим, как на вкус. Еще мы заказали хлеб. Вот, сейчас будем кушать. А колготки не оправдали моих ожиданий. Уже пошла стрелка. Вот такой вот у меня лучок. Всем очень понравился. Столько реакций было на историю. Я поняла, что вы заценили. Либо я что-то не понимаю, Либо у них в туалете сушилка от Дайсон. Бавь, пожалуйста, звук. А то у меня авторское право. Денежку не заработает девушка твоя. В общем, очень классный ресторан был. Классная обстановка. Правда, шашлык не настолько вкусный, как в прошлом заведении, в котором мы были. Но тоже неплохо. Обстановка такая хорошая была. Музыка. Люди добрые. Я, к сожалению, там поснимать не смогла для вас, потому что там была музыка. А если эта музыка будет в моем видео, то авторское право просто снимут мне монетизацию. Поэтому мне пришлось там совсем чуть-чуть поснимать. Возвращаемся домой. Сначала нужно отвезти мою подружку, а потом я еду домой. Музыка. Музыка.